Добрый день, компания OEMZAP.RU Приветствуем вас в столь теплую погоду и продолжаем небольшой обзор кондиционерей на автомобиле Grand Star О поисках неисправностей Вот перед нами он, эталон чистоты и качества Машина 2008 года пробег далеко за 200 Машинка используется в личных целях Просто зная владельца Тут такой творческий беспорядок, но ничего страшного Тем не менее, люди ездят с детьми и хотят, чтобы дома, машиной до второй дом было прохладно и в дороге не напрягаться Что здесь? До этого уже несколько дней, недель назад поменяли чайку трубку длинную Опрессовку, вакуумирование машина прошла Кондиционер работал Через две недели вернулся Говорит, ребята, все хорошо Единственное, ну не морозит Соответственно, бросились искать, устранять Нашли У нас, вот сейчас это осуществит наш электрик Александр Кодовая кличка Профессор Вот Здесь вот стоит задний отопитель Кто не знает, по правую сторону машины В нем стоит, там внутри будет Стоит радиатор кондиционера и радиатор отопителя И стоит другое, часто она ломается на этих машинах Здесь речь идет о том, что Одна трубка, которая не в легком доступе Закрыта Вот этой насоской пластиковой Она протекла Мы там уже с той стороны чуть-чуть Сейчас покажу Оттопырили Пойдемте посмотрим Чтобы было найти Вот видите, здесь уже Она вот на клипсах Вот она отведена На фиксаторах Здесь снята накладка Вот тут идут болты Сейчас Александр Продолжит разбирать Я его остановил, чтобы специально вам показать Нижняя накладочка Она просто срывается Тоже видите На обычных вот Зажимах Вот здесь вот она Накладка Она тоже снимается Здесь три болта Сейчас наш Александр Снимет вот эту нашивку И доберется до той трубочки Которая течет Особо не ругайтесь Сами понимаете С пластиком работать тяжело Давайте посмотрим Достанем трубку Сравним Установим Заправим И наконец-то Человека Отпустим Избегая ваших вопросов Сразу скажу Кондиционер заправим По гарантии Давай Санчелло Это все Поехали Спасибо за internally Что это вы думаете О sometих ср Minneapolis Что касается Откратится Подписывайтесь По горизонiver Или Says ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вот, смотрите, уже видели, Александр снял. Вот здесь вот дырочка подсгнила. Там, опережая ваши слова, что можно так, допустим, заварить аргоном, конечно, можно. Ну, не знаю, по опыту варишь в одном месте, стреляешь в другом, в третьем. В четвертом, в пятом уже проходили это, если просто ушли. Обычно аргон используют там, где просто нет запчасти, ее можно попробовать заварить. Если есть новая, понятно, что скажут, что это политика сервиса. Нет, можете сами попробовать заварить. Говорю вам уже не первый раз, они стреляют. Вот трубочка новая. Кому интересно, может, кто будет искать, пожалуйста, номерок ее. Сейчас мы ее установим на место. Все соберем, заправим кондиционер и отпустим человека в свободное плавание. Такой, отдающийся салон. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, трубочку поменяли, машину собрали. Приступаем, в принципе, к финальной стадии. Это что? Это заправка кондиционера. Машина у нас не свежая. Вообще, объемы, все, что можно найти, здесь всегда у них есть. Вот, смотрите, вот здесь 740 грамм. Вот он заливается для двухпунктерного. У нее сзади тоже охлаждается. И, собственно, мы эту трубку и меняли. Еще можно вкратце рассказать о станции. Вот, видите, здесь есть масло. Мы всегда заливаем с красителем, поэтому оно такое салатового цвета, который проявляется в ультрафиолете. Сюда наскидывает вот старое отработанное масло. Тут все просто. В принципе, такой немножко мгноватый ролик, но, тем не менее, необходимый, потому что люди сталкиваются от беда приходит нежданно, обычно в середине лета. Вообще, все сервисники знают, что начинается тепло, идет эра мойки кондиционеров, там, радиаторы, заправки, утечек, поисков, потому что люди потеют. У меня, допустим, аллергия, я не включаю у себя в машине кондиционер, поэтому спокойно езжу с открытым окном и не парюсь. Сейчас, Александр, мы заправим кондиционер, зальем эти 700 грамм и увидим с вами, работает он, нет. Буквально тут несколько секунд пройдет, по факту минут 20. И увидим. Давай, сейчас пацанем для прорыва. Так, заправили нашу ласточку, и вот можете увидеть, видите, первый признак. Вот им крутится вентилятор, надеюсь, вам видно, что идут обороты, он ведь стоит на месте, и включилось охлаждение. Еще можно вот здесь вот посмотреть, не знаю, возьмет камера, нет, вот если вы посмотрите, то вон там на компрессоре кондиционера муха заработала, шкифт крутится. Ну, не знаю, надеюсь, что увидите. Будем считать, что увидели. И, если вы положите руку на трубке, то почувствуете, что она вообще просто мега ледяная, на ней испаренная обработка. Поэтому человека нашего отправляем мерзнуть. Ему понадобится теперь куртка после нашего ремонта. В общем, если что-то непонятно, пишите в комментариях, либо приезжайте к нам. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, узнавайте больше о ремонте корейского автодрома. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!